здравствуйте друзья добрый вечер вот спросили чтобы я делал по-другому если бы приехал в соединенные штаты сейчас вот не не 25 лет назад а сегодня и вопрос такой знаете странный потому что я же другой совсем человек чем 25 лет назад ну разве что вот порассуждать как бы если я тогда знал то что сейчас знаю может быть как-то я по-другому но ну давайте попробую как смогу при всей условности вот этого сослагательного наклонения я бы сказал что конечно при моем сегодняшнем состоянии мозгов я бы приехал в соединенные штаты с гораздо лучшим знанием английского языка то есть я безусловно не потратил достаточно времени не приложил усилий на самом деле просто фокуса не было был бы фокус нашлось бы и время и все бы нашлось но я не имел такого фокуса у меня был бизнес вот который надо был там им заниматься всякие хлопоты суета и и я как-то не мог вот вырваться из этого всего я знал что мы уезжаем но как-то так вот не проявлял сознательности такой как-то мне казалось что не то что мне казалось что само собой образуется но как-то вот откладывалось я думаю что у меня хорошо понимаете и как бы с вами тоже такое бывало вроде бы надо но как то вот все как то вот так как то то есть безусловно я бы английским занимался до приезда и приехал бы с вполне приличным языком на таком случае я бы хорошо понимал и достаточно свободного себя выражал это несложно это совсем несложно я вот сегодня могу сказать даже вот в свои те 34 35 лет которые я приехал это отлично подхватывается на ходу там и тогда с одной стороны с другой стороны я думаю сегодня но опять это так мечтательно я думаю не на уровне прикладном потому что на прикладном я не знаю был бы такой умный такой может быть и сделал бы это но я бы пошел поучиться параллельно с работой я не имею ввиду full time там не дай бог нет но параллельно с работой вот пошел бы куда-то поучиться в университет не онлайн его нет вот так живьем чтобы ходить на занятия чтобы с людьми познакомиться причем в хороший университет вот в посредственные я бы не стал ходить потраченное зря время я ходил кое-куда нет не то чтобы я уже совсем там никогда нигде не учился ничему но это так это скорее курсики были тут курсик один там курсик нет вот я имею ввиду по-настоящему может быть я получил бы я не знаю что какого-нибудь мастера или по electrical engineering поскольку я связист и в общем мне это было ближе или это было бы по может быть по бизнес администрейшн что-то такое или ну еще что то я не знаю даже мне сейчас очень трудно сказать может быть я бы там учился на какой-нибудь project management ну что то с людьми познакомиться в культуру как-то вот окунуться но больше вот именно больше с людьми конечно с точки зрения связи поэтому надо учиться в приличном месте нельзя учиться онлайн его и нельзя учиться в таком месте где не тот народ ради которого стоит вот ради знакомства с которым стоит какие-то особые усилия прилагать так для социализации я бы сказал что еще это денег стоит но вообще говоря многие компании платят за сотрудников с удовольствием там какую-то сумму в общем но даже если своими тоже не страшно что еще мое сегодняшнее понимание такое что надо к здоровью относиться гораздо более бережно чем вот я например относился в молодые годы вроде здоровый бугай найти и ощущение такое что это вечно что это вот но сверху и вроде не ну твое общем это как бы да вот и я в данном случае имею ввиду не столько даже физическое здоровье хотя это тоже достаточно важный элемент но я в данном случае имею здоровье психическое устойчивость к стрессам и так далее потому что я на самом деле вот свой диабет в 42 43 года схватил именно вот по этой статье то есть стресс и стресс этот был связан с переживаниями по поводу но того что в моей жизни тогда происходило с этой портнов компьютер скул как меня там обижали нехорошие люди я это все подробно описал там воспоминания которые там по ссылочке вы всегда найдете под этим видео например да там посмотрите в описании к видео там есть ссылка я очень подробно описал но надо было бы конечно больше внимания этому уделить но например сегодняшних своих мыслях я думаю что вот неплохо было бы чем-то заниматься какой-то такой медитативной практикой эзотерикой там рейки я не знаю еще может черт но во всяком случае я могу сказать что и то и другое довольно сильно дает возможность управлять вот этим всем я тогда не мог ничем управлять я был обуздан всеми этими не обузданными силами переживаний обид горечи у меня еще было такое знаете чувство миссианское такое знать мы же из россии мы же у нас же миссия мы же не просто так живем вот и я был вот в данном случае не за россию ответчика я был ответчик вот за наших вот за наш народ тут в америке и то есть я их вел чему-то светлому такому и вдруг какие-то люди начинали интерферировать они обманывали они прикидывались они там набирали какие-то классы там ставили преподаватели которые там вчера у меня закончили курс обещали им найти работу а сами на вэлфере сидели пиццу возили там еще что-то и я просто знаю чем все это кончится это было понятно как божий день тут без вопросов было все понятно и меня просто колотила от осознания бессилия своего что я не могу ничего сделать и сейчас как и сейчас они грохнут там сотни людей и так далее поэтому я все это очень близко там на себя принимал и и как-то мне казалось что я-то я-то который понимает я же должен что-то сделать и сейчас бы я не стал так на себя принимать то есть но сейчас конечно есть много средств для того чтобы информации поделиться это отдельная история тогда не было интернета всех и всего этого но смысл в том что смысл в том что я брал на себя лишнего понимаете я брал на себя функции вот этого родителя всех этих взрослых людей которые должны были от меня что-то получить знаете без того чтобы сами чего-нибудь сделать в общем брал лишнего на себя и мне за это вот и как бы и дали побалдею жизнь дала не не то что там кто-то конкретный а вот так жизнь меня за это дело наказала но понимаете легко сказать если я тогда был такой умный как сейчас понимаете так у меня бы и конфликта никакого не было с этой вот руфиной я бы ее мгновенно выкинул бы все и все друзья бы я бы не стал с ней связываться изначально но 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 случись вот человек начинает как-то нарушать правила игры пинком под зад и нет руфины но я жить надо было абсолютно неопытно и пойти я вот вот таким образом изучал это все на своей шкуре так что да чего еще сказать понимаете у меня типаж такой по жизни я не не планирую ничего особенного вот не например никогда не хотелось никакой карьеры в ссср вот мы жили то есть безусловно я там был инженером потом там конструктор там не знаю там второй категории меня сразу там с инженером там перепрыгнули через третью это ну то есть безусловно мне хотелось как-то вот чтобы и денег было больше и уровень ответств зона ответственности была другая там я потихонечку рос когда инженером был но не с ней не в этой конторе не потом когда я работал в ней и там занимался методами быстрого обучения мне никогда не хотелось быть там административным начальником заведующим лабораторий там каким-то замдиректором там еще что то такое вот абсолютно никогда не было я никогда не планировал ничего такого и не знаю почему может быть от того что в тепличных условиях вырос как бы убереженный от этого всего родителями понимаете мне даже в голову ничего не приходил но у меня правда и мама вот такая же тоже была никогда и ничего такого она никогда не рвалась ни в какие начальники была очень таким серьезным талантливым инженером потом заведующим сектором там какой какой-то металлорежущего инструменты или чё на там разрабатывал инструмент она закончила станкин московские станка инструментальные была специалистом по металлорежущему инструменту фрезы какие-то рассчитывал не помню очень я очень далек от этого вот поэтому я сейчас думаю что вот наверное правильно было бы как-то планировать эти вещи тоже потому что через там не знаю 10 лет через пятнадцать лет через двадцать лет ты придешь тому чтобы спросить себя что же я не сделал вот я же мог это это сделать и еще что-то сделать я не сделал но мой типах как бы такой что я не думаю об этом она сама случается то есть есть там какие-то силы они меня ведут и они меня куда надо приводят безусловно безусловно скажем я поступил в институт я его закончил да то есть я понимал это важно потом я поступил еще в один и его закончил то есть я способен к целенаправленному действию который ведет к какому-то результату безусловно тут вопросов и но мне это не было важно в моей жизни просто мне это вообще не хотелось вот мне нравилось там написать какую книжку это это я с удовольствием делал мне нравилось вот какую-то работу исследовательскую мы вели мне нравилось видеть отдачу моего труда на уровне людей которые пользуются понимаете это этот мне важно не сделать чтобы допустим какой-то корпоративный клиент был доволен а мне важно видеть людей которые понимаете лица счастливые глазки счастливые улыбки как-то я понимаю что их жизнь изменилась кардинально и так далее и я всегда таким был я просто родился таки и и мне всегда вот это было интересно и соответственно вот эта школа в которой я вдруг оказался так неожиданно совершенно для себя она тоже реализует вот эту концепцию вот эту же самую концепцию и какую бы работу не делал я примерно всегда одним и тем же занимался то есть я охотно радостно делал что-то такое что для людей представляет ценность если я понимаю что никому не надо я просто не могу этого делать по молодости знать после института мы делали какую-то там аппаратуру для предприятий связи там передачи данных и мне просто сам процесс вот этой схемы техники очень нравился поди делаешь схему она работает это вообще не думал кому она нужна то не было столько без разницы вот но когда старше становишься уже думаешь не только о процессе но я результате что еще сказать чтобы я по-другому делал я в целом очень доволен своей жизнью в америке в том смысле что несмотря на то что я тут накозлил как следует в целом неплохо все получилось то есть я прожил свою жизнь это была моя жизнь меня никто не 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 заставил никогда делать то чего я не хотел делать или скажем делал без удовольствия то есть как только я начинал что-то делать без удовольствия терял вкус так сказать да тут же что-то переключалось и я переключался на других на другие вещи и вот эта школа портнов компьютер скул сейчас у нас там какой тридцатая июня вот еще меньше двух месяцев пройдет и 20 августа будет 22 года как эта школа началась и на моих глазах тут очень много чего произошло и когда когда мы эту школу начинали не было там гуглов фейсбуков и всех тех кто сегодня там в топовых заголовках новостей самых главных и собственно интернета в том виде как сейчас вот мы его знаем не было он появился в августе там где-то до 95 пример в том же в тот же месяц когда появились windows 95 до 95 вот а наша школа уже к этому моменту год существовала к августу 95 как раз уже годик был поэтому я смотрю вокруг вот сколько бизнесов приходит и уходит по самым разным причинам я даже не говорю в таких динамичных экономиках как допустим там российская или украинская но вот даже американская я так думаю слушай вообще потрясающе получается я заеду сейчас тут на пласку я сейчас покажу этот ящик вот этот ящик сейчас вы его увидите с папа правую руку на него написано шмотки и обувки давайте я туда сейчас заброшу несколько пар штанов которые вырос я из них короче из штанов даже не буду машину выключать сейчас так брошу чтобы я уже не знаю его показал я думаю что мы сейчас этот это н и и и и так и и и и и да да, совершенно, можно сказать почти не надеванное хорошие черные, синие, штаны джинсы хороших фирм ой, господи да, это специально такой ящик стоит, чтобы я не знаю, куда они это потом девают может, в другие страны отправляют в общем да, возвращаюсь к этому делу то есть я могу сказать, что я как бы свою жизнь прожил и можно ли было это лучше сделать ну да, конечно задним числом, господи когда уже знаешь, так уже бы задним числом соломки подстелил но, значит, я в другом месте бы где-нибудь начудачил правда, если не в этом, так в другом так не перепишешь я понимаю, что вопрос был задан в том смысле, что можно ли из моего опыта что-нибудь для себя взять и тут я скажу, что совершенно неожиданно люди вот в том, что они слышат находят для себя что-то чего я даже, например, и думать не думал они говорят, а вот для меня вот это было самое главное это мало значит, надо же такое вот вот я-то думал тут, а не там поэтому но я рассказываю, как есть значит субъективно, конечно вот, а вы уж там смотрите что важно, что не важно, но я бы сказал, все-таки не к вопросу, что по-другому а все-таки к вопросу, что надо и чего я хорошо делал значит, надо свою жизнь прожить понимаете вот надо прожить свою жизнь и нельзя находиться в состоянии когда ты как сказать когда кто-то тебя определяет кто-то тебя строит кто-то тебе выдает тут и там и ты так под козырек только берешь и все то есть в этом есть своя радость, конечно но это должна быть твоя жизнь есть люди, для которых взять под козырек это и есть самореализоваться это тоже нужно это тоже важно кто-то должен самореализовываться таким путем тоже но свою жизнь надо прожить вот опять возвращаюсь к этому счастливо